Статистика агент Альдинала Кординдасы Бойнша жалпа Алана 6,8 миллиона шарши метр турганы пайдаланға берілді. Бул он екінші жылмен салстырғанда 114 пайыз күрайды, с кекосы пайызы жылдық жаспаргағарай 114 пайызы күрайды. Ситуация по жилью строюшимуся за счет средств из республиканского бюджета следующе. На строительство аренного жилья в 2013 году Акиматам областей городов Астаны и Алматы было выделено 27,5 миллиардов тенге целевых трансфертов, освоено по предварительным данным 27,3 или 99,4 процента. Есть неосвоение по Восточно-Казахстанской области 63,1 миллиона тенге и по Северо-Казахстанской области 47,6 миллионов тенге. Годовой план по воду аренного жилья выполнен в целом. Фактически построено 402,6 тысячи квадратных метров аренного жилья или 140 процентов к плану прошедшего года. Но с учетом отставания предыдущих лет в целом по стране выполнение также составляет 100 процентов, но вместе с тем неравномерно распределилось введение тех площадей, по которым мы ведем зачет в целом по программе, то есть с учетом отставания. И, как показано на слайде, по 8 регионам отставания перекрыть еще не удалось 8 регионам. В этом году акиматам этих регионов необходимо принять все меры и перекрыть отставания предыдущих лет. На строительство жилья, реализуемого через систему жилстройсбережения и республиканского бюджета в 2013 году местным исполнительным органам выделено 29,4 миллиардов тенге кредитных средств, освоено 27,9 миллиардов или 95 процентов. Годовой план по вводу кредитного жилья практически всеми акиматами выполнен за исключением Магисталовской области. Построено 320 тысяч квадратных метров кредитного жилья или 122,8 процентов к плану. Но полностью перекрыть отставания предыдущих лет не удалось в целом, в отличие от арендного жилья. При этом половина объема недоввода приходится на Магисталовскую область, где приостановлено строительство в микрорайоне АКУ по причине несоблюдения проектных решений, других причин, которые привели к необходимости усиления конструкций, дополнительных затрат. И я полагаю, в текущем году все эти вопросы акиматам Магисталовской области в текущем году должны быть решены. И, кроме того, как видно на слайде, акиматам еще шести регионов необходимо в текущем году принять меры и перекрыть имеющееся отставание предыдущих лет. В 2013 году на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищной застройки из республиканского бюджета выделено 40,1 миллиардов тенге целевых транспортов, освоено 39,7 миллиардов или 99 процентов. Недосвоение допущено. Восточно-казахстанская область 96 процентов освоение, Павлодарская 89 процентов освоение, Североказахстанская 98 процентов освоение. Сразу хочу сказать, что министерство в настоящее время ведет мониторинг не просто в целом по регионам, а по каждому проекту в отдельности. И в текущем году мы хотим предложить Акимам подписать дополнительные соглашения, в соответствии с которыми министерство имело бы право изымать средства в случае неосвоения этих средств в одностороннем порядке. Сегодня у нас в соглашениях это изъятие этих средств, которые не осваиваются, по взаимному согласованию. И с учетом того, что все-таки неосвоение допускается, мы хотим, и при этом есть опережающие освоения средств в отдельных регионах, мы хотим в одностороннем порядке иметь право, ну естественно, это будет обсуждаться с Акиматами, изымать неосваиваемые средства. Мы сейчас готовим эти дополнительные соглашения. Как видно на слайдах, в 2013 году по сравнению с предыдущими годами наметилась тенденция по улучшению эффективности освоения бюджетных средств и обеспечения своевременного ввода жилья. Также из 16 регионов только в трех регионах допущено неполное освоение транспертов, выделенных на строительство арендного жилья, инженерные инфраструктуры, я называл области, а по вводу жилья годовые планы выполнены практически всеми Акиматами, а также перекрыто отставание по арендному жилью. Программой «Доступное жилье 2020» предусмотрено ежегодное увеличение объемов строительства с доведением к 2020 году до 10 млн кв. метров. В текущем году предусмотрено строительство 6,9 млн кв. метров жилья по всем источникам финансирования. Для выполнения поставленной задачи по четырем основным направлениям на арендное кредитное жилье, на инженерно-коммуникационную инфраструктуру, а также жилье по линии КИК на 2014 год поддержано Республиканской бюджетной комиссией на сумму 129,9 млрд тенге из 206,2 млрд тенге, предусмотренных по программе «Доступное жилье». Таким образом, нужно говорить о недофинансировании по указанным четырем направлениям в сумме 7,6 млрд, и это эквивалент ожидаемому недоводу площадей 320 тыс. кв. метров жилья. Но при этом хочу сказать, что… А, ну также это, конечно, повлияет на обеспечение за дело на 2015 год. Но при этом хочу сказать, что основная причина невыделения средств, основная причина того, что Министерство экономики бюджетного планирования не поддержало бюджетную заявку – это несвоевременное представление документации в установленном порядке и установленные сроки акиматами. То есть я согласен с тем, что если бы наша заявка, допустим, поддержана была там с предварительными условиями, то это было бы во многом причиной уже неосвоения. В данном случае мы говорим о недофинансировании. И еще раз скажу, что несвоевременное представление всего пакета документов по 2014 году при формировании бюджета на 2014 год к этому привело. И поэтому, собственно, ключевое в моем докладе, один из ключевых моментов в моем докладе – это обращение к акимам с тем, чтобы до 15 марта по проектам, реализуемым в 2015 году в наше министерство были представлены и проектно-сметные документации с госэкспертизой, и обоснования, и все-все документы, которые необходимы для того, чтобы Министерство регионального развития могло внести в соответствии с законодательством полную бюджетную заявку. Далее я хотел бы остановиться… Ну вот таковы итоги реализации программы по освоению средств строительства жилья. И далее я хотел бы остановиться на вопросе по стоимости строительства, с которыми регионы столкнулись в ходе реализации программы, а также на принимаемых мерах по снижению себестоимости строительства. Первое. По стоимости строительства. По данным акиматов, стоимость квадратного метра жилья не соответствует фактическим расходам на его строительство. К примеру, в Постанайской и Западно-Казахстанской областях стоимость по программе квадратного метра жилья третьего класса комфортности составляет 90 тысяч тенге, тогда как фактически стоимость по проектам, имеющим заключение госэкспертизы от 117 до 134 тысяч тенге на квадратный метр, то есть выше установленной на 30-50%. И это не перекрывается даже возможностью софинансирования местными исполнительными органами до 15%. Созданной при Министерстве рабочей группой с участием представителей заинтересованных госорганов, с привлечением институтов «Астана-Горпроект» и Центра ценообразования в строительстве казни САА был проведен анализ по данному вопросу. Указанными институтами были подготовлены расчеты стоимости строительства двух пятиэтажных жилых домов 4-го класса комфортности, кирпичного и с монолитным каркасом по действующей сметно-нормативной базе. Из анализа данных, представленных «Астана-Горпроект» по кирпичному жилому дому, стоимость квадратного метра общей площади квартир в ценах 2011 года составила 90,8 тысяч тенге, 13-го – 102,5 – 80,8 тысяч тенге. Расчет произведен с учетом расходов на энергоэффективность проекта. По анализу проекта жилого дома с монолитным каркасом, разработанного Центром ценообразования в строительстве казни САА, стоимость квадратного метра общей площади квартир в ценах 2011 года составила 105,7 тысяч тенге, 2013 года – 112,2 тысяч тенге. Это без учета энергоэффективных технологий и материала. С учетом энергоэффективности стоимость квадратного метра на 2013 год составила 120,1 тысяч тенге. Как видим, стоимость квадратного метра жилых домов четвертого класса комфортности, рассчитанная в ценах 2013 года, составила от 100 до 120 тысяч тенге, тогда как программой предусмотрено 80 тысяч. Исходя из чего следует, что даже в случае софинансирования с местного бюджета в размере до 15% предусмотренных программой, указанных средств будет недостаточно для качественного строительства. Основными причинами роста стоимости являются применение энергоэффективности – это 7-10% от стоимости, рост заработной платы – 25%, стоимость строительных материалов – 8%, эксплуатация машин и механизмов – 3%. На основании изложенного министерством разработан проект изменений и дополнений в программу «Доступное жилье», в котором предусмотрена норма по увеличению стоимости строительства по четвертому классу от 80 до 90 тысяч тенге, т.е. на 10 тысяч тенге за квадратный метр, и по третьему классу от 90 до 100 тысяч тенге, также плюс 10 тысяч тенге. А по строительной корпорации от 110 до 115 тысяч тенге по четвертому классу и 120-125 тысяч тенге по третьему классу. Исключение предлагается также теми поправками, которые мы внесли, исключение ограничений софинансирования из местного бюджета, тем самым расширяя возможности акиматов при строительстве жилья, но и также развитие государственно-частного партнерства, для чего в проектно-смертной документации предусматривается дополнительное строительство офисных помещений на первом этаже и мансардных этажей, которые подрядчик может реализовать самостоятельно по рыночным ценам. Указанный проект в настоящее время находится на согласовании заинтересованных госорганах, но параллельно принимаются меры по снижению себестоимости строительства на основе применения передовых технологий и использования типовых проектов. В рамках развития индустриального домостроения в республике предусмотрена реализация 17 проектов домостроительных комбинатов с общей проектной мощностью 1,5 млн кв. м. жилья в год. Преимуществами этих технологий являются быстрые сроки возведения домов, ведение строительства независимо от погодных условий, безусловное повышение качества строительства, что приведет к снижению себестоимости строительства. В 2013 году уже введено в эксплуатацию 7 заводов ДСК. Действующие комбинаты соответствуют всем современным требованиям в части энергоснабжения и энергоэффективности. Применяемые технологии характеризуются универсальностью применения готовой продукции как при жилищном, промышленном, так и при строительстве социальных объектов. Более подробно по этому вопросу доложит Министерство индустрии новых технологий. Наряду с внедрением индустриальных методов строительства ведется работа по типовому проектированию, которая собственно также связана с внедрением индустриальных методов строительства. В соответствии с бюджетным кодексом наше министерство организовывает работу типовых проектов зданий и сооружений, в том числе по заказу других госорганов. В 2011 году разработаны типовые проекты жилья 4 класса комфортности 40-60-100 квартирных жилых домов по 5 климатическим районам. В 2012-2013 годах по согласованию с Министерством индустрии новых технологий разработаны типовые проекты унифицированных, блокированных секций по сборно-каркасной технологии, а также блок-секций по каркасно-панельной технологии 5-7-9-этажных жилых домов. В целях реализации типовых проектов между нашим министерством и Акиматами заключены соглашения о долгосрочном сотрудничестве по использованию типовых проектов. В настоящее время в ряде регионов уже имеется опыт строительства жилья по типовым проектам. В 2014 году планируется разработка типовых проектов 5-9-этажных жилых домов 3-4 класса комфортности по каркасной технологии с кирпичным и панельным заполнением коридорного и башенного типа, а также 1-2-этажных жилых домов. Также важную роль имеет выбор типов жилых зданий. Для программы «Доступное жилье-2020» планируем расширить технологию жилых зданий за счет разработки типовых проектов коридорного типа. При сравнении жилого дома секционного типа, разработанного для строительства в городе Астане и жилого дома коридорного типа, таких же габаритов и этажностей, выявлено, что применение проектов жилых домов коридорного типа позволит уменьшить стоимость строительства на 7-11% и увеличить выходную площадь квартир на 6,6% за счет сокращения входной группы. Также мною поручено Комитету по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства создать комиссию по отбору лучших проектов, разработанных местными исполнительными органами, которые будут рекомендованы для последующего повторного применения. Как видим, типовое проектирование обеспечивает многократность применения в массовом строительстве, внедрение в практику оптимальных типовых решений, сокращение затрат на проектно-изыскательские работы на 35-40% и сокращение сроков проектирования, внедрение индустриальных методов строительства. Все это позволит в дальнейшем успешно реализовать программу «Доступное жилье» и обеспечить и в 2014 году, как запланировано, обеспечить 6,9 миллионов квадратных метров жилья. Благодарю за внимание.